Вакцинировать к концу лета около 60% жителей Тверского региона, у которых нет иммунитета к коронавирусной инфекции. На решение этой задачи брошены все силы медицинских служб. На сегодняшний день прививки получили более 45 тысяч человек. Около половины из них граждане старшего возраста. Среди тех, кто решился на прививку, участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. Он привился в возрасте 96 лет. Многочисленные звонки от жителей Твери в редакцию нашего телеканала говорят о том, что интерес к прививке от коронавируса у населения есть. Но больше всего беспокоит население, не опасна ли побочка после укола. Об этом рассказывает наш корреспондент. Иван Евгеньевич после прививки прекрасно себя чувствует. Наша съемочная группа побывала в гостях у ветерана буквально через пару дней после вакцинации. Ветеран рассказал, что сомнений, прививаться или нет, были. Но после беседы с врачами он и его родственники решились на укол. Без этого сейчас наступило такое время. Нужно обязательно делать. Не жалеете. Я пришел, хоть старое, глубоко старое, я же пришел. Много молодежи. Делайте, не стесняйтесь, приходите. Жители региона, кому больше 60, группа риска. Тем более, если в анамнезе имеются хронические заболевания, как, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие. В этом случае шанс, что коронавирус пройдет в легкой форме, невелик. Обезопасить себя поможет спутник Ви. Но каких последствий ждать от введения самого препарата? Этот вопрос чаще всего задают жители Твери нашей редакции. На брифинге главный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский рассказал СМИ, чем грозит укол спутника. Сегодняшний день в Тверской области не зарегистрировано тяжелых поствакцинальных осложнений. Да, безусловно, как и любая другая вакцина, вакцина против коронавирусной инфекции потенциально может вызывать поствакцинальные реакции, которые заключаются в кратковременном подъеме температуры, общей слабости, боли в мышцах. То есть то, что определяет легкий гриппоподобный синдром. К тому же невозможно спрогнозировать, будет ли проявляться та самая пресловутая побочка, которой все боятся или нет. От возраста это никак не зависит. Молодые сотрудники редакции нашего телеканала, прошедшие вакцинацию, отмечали у себя повышение температуры до 38 градусов и слабость. В течение трех дней состояние нормализовалось. Несколько недель назад министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал, что сам вакцинировался после некоторых сомнений и поделился, как перенес вакцинацию. Мы сейчас видим, что она работает, что результаты действительно есть. У вакцинированных не развивается тяжелое осложнение. Мы сейчас, конечно, и сами привились, и рекомендуем, конечно, всем. Я прививку от внемокока перенес гораздо тяжелее. Здесь я перенес гораздо легче. Небольшие были проявления, такие простудные, небольшие простуды. Но все быстро прошло. Как правило, поствакцинальные проявления наблюдаются после первого укола. После второго, который делается через 21 день, редко у кого бывает температура. Потому не так страшна эта самая побочка, которая вызывает так много вопросов. Впрочем, не меньше волнует население, а хватит ли на всех вакцины. В Северскую область вакцина поступает в соответствии с распределением, которое осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации. Поэтому те объемы вакцины, которые поступают в наш регион, распределяются между медицинскими организациями в соответствии с имеющимися остатками вакцины в первую очередь и в соответствии с полнотой записи на вакцинацию. Получив первый укол, не стоит волноваться, будет ли второй. Безусловно, будет. Партия из спутника приходит своевременно. И, конечно же, с тем расчетом, что подразумевается двукратное введение. На вакцинацию нужно записываться заранее. Через портал госуслуги, номер 122 или же по номеру телефона, поликлиники, где находится прививочный кабинет. Они работают в районных поликлиниках и ЦРБ. Номера телефонов и графики работ можно узнать на сайте Минздрава Тверской области. Также в регионе работают мобильные прививочные бригады на базе ЦРБ. Они вакцинируют работников крупных предприятий и жителей отдаленных районов. О их работе также можно узнать, позвонив сразу в медицинское учреждение. Перед прививкой лучше проконсультироваться с лечащим врачом.